Контрмодерн 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 Было построено нечто ужасное. Это вот такой псевдокапитализм монструозный. Понимаете, любой нормальный капитализм, он как строится? А монструозный это что значит? Вот сейчас скажу. Вот нормальный капитализм, чем отличается от патологии? Ну, скажем, криминальный, да? Но это только еще слабо криминальный, так сказать. Вот есть феодальный западный мир, некапиталистический, да? 14-15 век. Кузнецы, там город большой, он уже становится постепенно буржуазным. Кузнецы там куют доспехи, делают оружие, делают кузьмич утварь и так далее. Строители что-то строят, да торговцы венецианские или нет, плавают там по морям и океанам и что-то продают, накапливают деньги. И у будущего буржуазного класса есть легальные накопления. В конце концов, есть огромные накопления у дворянства, часть которого потом, например, в Англии стала обуржуазиваться, да? Есть большие накопления легальные. Первое. И второе. Есть узда этики. Великий Вебер, Макс Вебер, называл их протестантской этикой, да? Вот есть узда. Ведь вся философия модерна держится на том, что да, человек зол. Мы не будем его изменять. Это невозможно, да? Это не дело рук человеческих. Менять человека. Вот коммунисты мечтали о новом человеке. Модерн сказал, не-не-не. Мы менять человека не будем. Он зол. Но мы это зло используем во благо. Мы его поставим в такие условия, юридические, там, как бы нормативы зададим всему этому, матрицу такую построим в жизни, при которой это зло начнет работать на благо. Была такая книга, не знаю, вы ее помните или нет, Роберт Пен Уоррен «Вся королевская рать». Вот там Вилли Старк рассуждает по этому поводу, что это зло. Ну, что зло? Зло, это, конечно, плохо, но если его в паровой котел засунуть, да, там, и правильно управлять паром, то поезд едет к добру. И вот это и есть вся философия модерна. Протестантского в первую очередь, но и светского тоже. Вот такая вот модель. Что вместо этого было в качестве старта у нас? У нас не было легальных накоплений. Поэтому, как только сказали, капитализм в несколько лет, быстренько-быстренько, сама-сама-сама, да, как в фильме «Вокзал 2-2», да, было ясно, что поскольку легальных накоплений нет, значит, будут задействованы нелегальные. То есть, субъектом приватизации станет криминалитет. А кто? Запад туда не шел, его не так уж, что особенно хотели. Значит, субъектом становится вороватая часть номенклатуры, двусмысленная часть спецслужб, где-то там на Западе эти деньги тоже как-то крутившие, под разными благовидными предлогами, каком, никаком, надо преодолеть там технологические запреты, надо там братские партии финансировать, там были еще какие-то накопления, да. И кто? И бандиты, урки. Скажите, 20 лет прошло, неожиданно нельзя было применить хотя бы один из принципов, либо легализовать накопления, либо какие-то нормы этики применить в более усиленном варианте. А что только этот табун ломанулся, и все эти бандиты стали капиталистами, да, а этику разрушили, просто смеялись над ней, да, потому что этика запрещала делать то, что им было нужно при первоначальном накоплении капитала, грабить опять-таки, да, и все прочее. Как только этику сломали, а ее сломали вместе с идеологией, и делали это блестяще, и как только пустили криминальный табун, он начал делать то, что он умеет, воровать. Дальше что сказали? Да он успокоится. Сейчас мы отдадим ему заводы, и он успокоится. Вот у меня есть любимый пес, шумер, собака, среднеазиатский, вакадаб, которого я кормлю, я влюблен в него, и кормлю его самым отборным кормом. Скажите, вот если я накормлю своего шумера, самым лучшим на свете кормом, досыта, он увидит бегающую по полянке белку или барсука, или ежа. Он его не порвет? Порвет. Порвет. Потому что инстинкт. Но есть понятие криминальный инстинкт. От того, что вора делают хозяином предприятия, он не становится хозяином, он остается вором. И он обсуждает то, что полагается обсуждать вором. Но это же в истории как-то должно же перемалываться? Никогда оно само не перемалывается. Для этого есть понятие выхода с первоначального накопления. Это очень жесткий процесс. Очень жесткий. Вы знаете, такой... Так, все же 10 лет, а потом говорят, стадия первичного накопления капитала в России почти завершена. Где она завершена? Ну, говорят... Кто сказал? Кто вообще ее назвал? У нас то мы модернизируемся, то строим экономику знаний, что означает, что мы переходим в постмодерн. То есть кто-нибудь сказал, что есть проблема первоначального накопления? Борется с криминалом, с коррупцией. Никто еще честно не сказал, что 20 лет длится оргия первоначального накопления капитала. И она длится всюду. И на Украине она длится в самых бесстыдных формах. Держите, пожалуйста. Ну, как бы в России. И очень-очень много где. Простейшее примитивное название сему бандитский капитализм. Но бандитского капитализма не бывает. Либо бандитский, либо капитализм. Значит, узда снята. Зверь без узды. Жрет все подряд. И естественно, что жрет он свое население. А вот в этом контексте, как вы чувствуете, описываете, определяете взаимоотношения современной России с тем, что у нас принято называть цивилизованное общество, цивилизованный мир? Вот каковы здесь ролевые понятия? Цивилизованный мир прошел эпоху модерна. Он в эту эпоху чему-то научился. Его зверь, вот этот был оседован. И он ехал верхом на звере, которого взмуздал такой уздою права и всего прочего. И пока он ехал так, он ехал к неким целям. Теперь эта поездочка завершается. Это был вот этот зверь, есть такой Юлиус Эвела, он говорит, верхом на тигре. Вот верхом на этом звере. Нехорошая метафора, понятно, да? Я покажу тебе сидящий на звере. Понятно, что это такой конец света. Но на оседованном звере, верхом, они ехали очень бойко. Очень бойко. И нельзя говорить, что это только одно зло и все. Это было оседованное зло, они создали много великого. У них была своя, как я говорю, метафизика, своя идея, сверхидея, прогресс, гуманизм и все прочее. Они шли к некоторым высотам, они помогали человеку восходить, человек был морален и так далее. И они ехали долго и приехали. Ровно тогда, когда мы захотели пересесть на этого их зверя, зверя отбросил копыта. Отбросил копыта и лежит вот так вот с отбросанными копытами. На нем ехать нельзя, он замечательный. Он хорошо ехал несколько веков, но он не едет. И есть просто фундаментальные проблемы, почему он не едет. Потому что этот круиз на зверя в течение столетий, что породил? Он породил фантастический экспоненциальный рост такой, как по параболе, да, ну чтобы экспоненты все не знают, стремительный рост технологий. А человек остался тот же самый. И философы говорили, и не надо его менять. То есть неправильно, это там русские хотят менять человека, это советские дела. А мы не меняем человека, это артельно-прасный труд. Мы приспосабливаем к данности под названием «человек» рост техники. И техника рванула. Снимем шляпу перед тем, как она рванула. Образовался разрыв между возможностями техники и возможностями человека. Это называется ножницы. А когда ножницы слишком раскрываются, то происходит катастрофа. Пройдет какое-то время. И в магазине можно будет купить, да не будет так, да, несколько деталей, из которых можно свинтить атомную бомбу. И один сумасшедший, неизменившийся, или 20 сумасшедших. Возорвут эти бомбы. И что будет с этой цивилизацией? Нельзя больше иметь такого человека, никуда не двигающегося, да, и такой стремительный рост техники. Значит, надо либо сворачивать рост техники, а как его свернешь без катастрофы? Она уже сама разворачивается куда хочет. Ну а в то, что человек... Либо поднимать человека. Это же уже не модерн. Это не модерн. Это и есть русское ноу-хау. Русские всегда грезили тем, что главное – это человек. Иначе говоря, экстенсивное развитие завершается. Это самый главный процесс. Либо начнется интенсивное развитие, где все силы будут брошены на то, чтобы человек восходил. Духовно, нравственно, антропологически, всячески, чтобы он поднимался выше и выше. Либо начнется это развитие, но тогда оно не будет развития модерна. И никто на Западе его пока что не предлагает. И если кто-то имеет опыт такого развития, то это русские. Именно они имеют этот опыт. Они не развивались по модерну и при этом развивались. А у вас совместимо ли это с вот этим, как говорили, бандитским капитализмом, который сейчас существует? Нет, конечно. Нет. Бандитский капитализм – это, так сказать, третья слагаемая трагедии капитализма в России. Три слагаемых. Первая вот так, нарисуемая вот так. Это самый бандитский капитализм. Он неисправляем. И я не вижу никаких усилий его исправить. Никто не вырвает его из пароначального копления. Никто не создает, и никогда не создав, уже сейчас, после того, как это все так накрутилось, новых этических норм. Они продолжают воровать. Воровать и воровать. Обогащаться, обогащаться. Как безумные. И это свойства бандитских групп, которые не являются капиталистическим строгом в смысле слова. Второе. Собственность на орудие средств производства, да, капитализм, да, как бы определяется собственность на орудие средств производства, как все, да. Фомка воровская, которой сейф открывают, это средства производства или нет? Ну вот, это орудие воровства. Нет капитализма, как уклада. Бандитский капитализм – значит, не капитализм. Значит, это первое слагаемое, да? Теперь второе. У России всегда было плохо с капитализмом и с модерном. Потому что она была другая, всегда была другая. В феврале 1917 года этому капиталу отдали всю власть. Царь спекся, царизм, монархизм, феодализм рухнул, вся власть оказалась в руках буржуазных партий Ленина, микроскоп еще увидеть было нельзя в феврале. Через сколько времени основные задачи были решены Великой Французской революцией? В законодательном собрании. В месяц они были решены, немедленно. Что делала буржуазия в России? Она ныла, топталась, кряхтела, мычала, болтала, пока не рухнула. И тогда пришел Ленин. Это свойство политической нежизнеспособности русской буржуазии, даже хорошей. Она же была резко лучше тогда. Лучше качеством было, да? У нас сейчас интеллигенция себя примерно так же ведет. Интеллигенция, ладно, черт с ней, это отдельный вопрос. Важный главный вопрос, как ведет себя господствующий класс. Итак, нарисовали первую прямую. Это то, что сейчас капитализм совсем плохой. Нарисовали вторую прямую. Что всегда в России с ним были проблемы. А теперь рисуем третью. Что проблемы появились у мира. Вот то, что я вам назвал, неспособность капитализма развивать человека. Да? Это проблема. Вот то, что невозможно, так сказать, вытерпеть 3 миллиарда коттеджей и машин, это проблема. Неравномерность развития, то есть то, что Китай начинает развиваться быстрее, чем Америка, а значит, у капитализма есть одна возможность разрешить это противоречие. Война. Третья мировая война. Которая повторит первую. Это проблема. Я могу назвать еще 10 проблем. Значит, капитализм сам, деривативы. Сколько деривативов в мире? Валовый внутренний продукт составляет примерно, я думаю, 50 триллионов мировой. А сколько деривативов? Секстиллионы. Тысячи триллионов. То есть вот здесь вот маленькая такая экономика настоящая, а над ней такая колышащаяся пирамида. Пузыри, пузыри, пузыри. Вот такая вот эта пирамида. Ну и она все выше и выше, стремимый полет этих птиц. Да? Ну так рано или поздно это все рухнет. Туда или туда. Реальная бесплодность класса. Что сделали после 2008 года? Ну что сделали? Что предложили? Хоть одну проблему назвали? Не назвали. Что предложили? Залить все деньгами. Залили деньгами, напечатали несколько триллионов долларов. И чего теперь?